На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко о некоторых темах выпуска. Коронавирус перешагнул за тысячу случаев в сутки. Школьников снова отправили на дистант. Ковидные госпитали готовятся к развертыванию коечного фонда. 13 аварий и 2 сбитых пешехода. Конец минувшей недели ознаменовался большим количеством ДТП. Наши хоккеисты лучшие в Югре. Нефтьюганские медведи 2007-2008 на пути к золотой шайбе. Школьники Нефтьюганска с сегодняшнего дня перешли на дистанционный формат обучения до 8 февраля включительно. Как и ученики многих других муниципалитетов Югры. Сургута, Нижневартовска, Коголыма, Ханты-Мантийска. Дополнительное образование будет работать в том же удаленном режиме. Такое решение принял оперативный штаб округа. При этом в большинстве других регионов, несмотря на аналогичную заболеваемость, пока закрывают только отдельные школы либо классы. Нестандартным, но по-своему логичным путем пошел Ямало-Ненецкий округ. На дистант перевели учеников с 1 по 8 классы. Во-первых, высокая заболеваемость именно в данной возрастной категории с 7 до 14 лет. Во-вторых, для них не так критично отсутствие нормальных уроков, как для старшеклассников, которым совсем скоро предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. При этом периодическое дистанционное обучение продолжается уже третий год и в прошлом году это уже сказалось на результатах итоговых экзаменов у девятиклассников. Количество неудовлетворительных оценок по математике было выше, чем когда-либо. Между тем, за последние сутки в Югре выявлено уже 1280 новых случаев коронавируса. Абсолютный рекорд показывает Сургут. Почти 600 положительных тестов. На втором месте по количеству Ханты-Мантийск 167. Мы на этот раз только шесты, 35 новых случаев. Нефтьюганская больница рост уже ощущает, но до пиковых значений еще далеко. В ковидном госпитале количество пациентов пока сильно не выросло. Сейчас там проходит лечение 99 человек, 16 в реанимации. А вот в амбулаторном звене увеличение в два с лишним раза. На больничных сейчас находится уже 578 нефтьюганцев, в том числе 40 детей. Оперативный штаб Югры в связи с резким подъемом заболеваемости принял ряд ограничительных мер. В частности, работодателям рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания и сниженный иммунитет, на удаленный формат работы. Зрелищные мероприятия отменены, при этом музеи, библиотеки и театры продолжат работать. Известно, что в регион поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для детей от 12 лет. В конце прошлой недели в Нефтьюганске сбиты два пешехода. В первом случае пострадала пенсионерка, во втором – школьница. 20 числа на пересечении улиц Нефтяников и Петухова водитель совершил наезд на местную жительницу 49-го года рождения. Мужчина за рулем рейсового автобуса «Сургут-Нефтьюганск» двигался на разрешающий сигнал светофора по правильной траектории. Пенсионерка начала переходить дорогу на уже мигающий сигнал и оказалась в слепой зоне видимости водителя. Также роль сыграл цвет ее верхней одежды, сливающейся со снежным покровом. Гражданка не приняла необходимых мер реагирования и продолжила движение, в результате чего уже двигалась по регулируемым пешеходным переходам на запрещающийся на острефора. Возбудили дело производства по признакам правонарушения в отношении пешехода. Дальше будем устанавливать все обстоятельства. Пенсионерка была доставлена в травматологию с повреждением плеча. На следующий день водитель «Лады» не уступил преимущества в движении несовершеннолетнему пешеходу и в результате совершил наезд. 14-летняя девочка получила ушибы мягких тканей. Всего за выходные произошло 13 ДТП, среди которых авария у больницы. Водитель «Хюндай-Карета» не уступил дорогу встречному потоку и при повороте налево врезался в «Хюндай-Санта-Фе». Убедительная просьба у меня к автолюбителям, к водителям транспортных средств, соблюдать строго правила дорожного движения, правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов, правила проезда регулируемых перекрёстков, соблюдение общепризненных норм правил поведения на дорогах. И ни в коем случае не употреблять спиртные напитки, не садиться за руль в состоянии опьянения. За первые три недели января на территории «Нефтьюганска» произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с 12 пострадавшими, среди которых двое детей. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Ледовые городки в «Нефтьюганске» планируют убрать в первых числах весны. Муниципальный контракт с фирмами-подрядчиками заключен до 10 марта. Срок будет сокращен только если погода окажется неожиданно тёплой. Ещё в конце осени ЖКХ заключили контракт с двумя подрядчиками. ООО «Ермак», который отвечает за строительство ледовых ансамблей, и ООО «ЮКОН». Он останавливает ёлки. Эти же организации занимаются обслуживанием своих объектов, должны следить за их техническим состоянием и безопасностью. Работу подрядчиков ежедневно мониторит муниципальная служба единого заказчика. Если в ходе проверки обнаружены дефекты, их обязаны немедленно устранить. То, как известно, традиционно у нас зима русская заканчивается на Масленицу, так называемой. Это празднование окончания зимы. В этом году оно намечено на 28 февраля. Значит, после этого, числа 3-4, приступят к разбору ледовых горок и новогодних елей. Из-за внезапного потепления этот срок может быть сокращен, хотя маловероятно. А вот из-за вандализма ледовые скульптуры и горки страдают довольно часто. Иногда их повреждают настолько сильно, что в целях безопасности приходится полностью убирать. В этом году ни трещин, ни сколов не зафиксировано. Количество преступлений, совершенных подростками в городе, стало меньше на 35% по сравнению с 2020 годом. А вот в округе цифры продолжают расти, поэтому до 28 января сотрудники местной полиции будут проводить профилактические беседы со школьниками и студентами. С 20 января сотрудники полиции проводят комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение преступности среди несовершеннолетних, а также противоправных действий уже в отношении их самих. С переходом детей на дистанционное обучение, все лекции, классные часы, круглые столы и родительские собрания пройдут в режиме онлайн. Педагоги создают ссылки на платформе Zoom и Тиолинг, скидывают ссылки инспекторам, инспектора проводят беседы. Темой лекции является административная уголовная ответственность несовершеннолетних, возраст привлечения по правонарушениям, преступлениям, виды преступлений. На учете подразделения по делам несовершеннолетних состоит 132 подростка. В ближайшую неделю с ними и их родителями также будут проводиться беседы. Скажите, Дмитрий сейчас посещает школу, ходит, меньше болеет. Сейчас киноболеет меньше, конечно, но все равно еще шалит. Вы не употребляете спиртные напитки? Как у вас там? Меньше шумных компаний сейчас у вас? Меньше, конечно. В 2021 году на учет за нарушение уголовного кодекса встали 13 подростков. Самому юному из них 7 лет. Мальчик совершил хищение самоката. Среди преступлений чаще всего происходят именно кражи. Правоохранители регулярно напоминают детям о возможных последствиях их поступков. К счастью, это действует. Расскажи мне, как в школе учишься? На две пятерки. Молодец. Как поведение в школе? Отлично. Учишься хорошо и поведение хорошее, да? Да. Родителей слушаешься? Да. Да? Мама, когда просит помогать, помогаешь? Да. Если в округе преступность среди несовершеннолетних выросла, то в Нефтьюганске, напротив, сократилось более чем на треть. Правоохранители связывают такой оптимистичный результат за 2021 год с успешной профилактикой, работу с неблагополучными семьями, трудоустройством подростков, вовлечением их в полезные акции. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Наши хоккеисты лучшие в Югре. Команда «Нефтьюганские медведи» 2007-2008 заняла первое место на окружном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба». Финальный этап проходил в Советском, откуда юные спортсмены вернулись рано утром. Их встречала наша съемочная группа. Напомним, в декабре медведи 2007-2008 годов рождения ездили на первый тур окружного этапа в Нижневартовск. Там стали победителями и вышли в финал, который состоялся уже сейчас. В решающем матче с командой из города Советский наши хоккеисты показали явное преимущество, победив со счетом 4-1. «Приехали с финала соревнований, заняли первое место с поезда, немножко уставшие. Сейчас все под эмоциями, выиграли, победили, показали достойную игру. Ребята старались, всеми горжусь. Готовиться будем к финалу на всероссийских соревнованиях». Юных хоккеистов, которые более 10 часов были в дороге, торжественно встретили дома. После короткого отдыха ребята вновь приступят к тренировкам. Ведь впереди серьезная подготовка к самому важному всероссийскому этапу. И там наши спортсмены тоже рассчитывают только на победу. Подробный репортаж о блестящей победе нашей команды в ближайших выпусках новостей. Югорские футболисты помогли одержать победу. Сборная России, в которую входят наши земляки, начала чемпионат Европы по мини-футболу с разгрома команды Словакии. Первая игра для россиян завершилась со счетом 7-1. Словакии открыли счет на третьей минуте. Их гол лишь подогрел россиян, и больше в рота национальной команды ни один мяч не залетел. Уже в середине первого тайма наши футболисты забили дважды, переломив ход встречи. Матч завершился со счетом 7-1. Континентальное первенство продлится до 6 февраля, а поболеть за наших игроков можно уже завтра в матче с Хорватией в 21.30. Тем более страну представляют три югорчанина. Футболист из Югорска Данил Давыдов, сургутянин Артем Ниязов, а также экс-игрок «Газпром Югры» Иван Чешкало. И завершит выпуск наша традиционная рубрика «Окно в город». Субтитры создавал DimaTorzok На этом программа завершена. Всего доброго. До встречи в эфире.